Оперативное совещание администрации Щелковского района стартовало с объявления о кадровых изменениях. Был представлен исполняющий обязанности руководителя администрации Загорянского Михаил Горбатенков. Глава района пожелал ему успехов в развитии поселения. На совещание Алексей Валов подвел итоги личного приема жителей, дав соответствующие поручения главам муниципальных образований и коммунальным службам района. Важно оперативно закрывать проблемы по прописке общежития для медиков сельскими поселениями Ежа-Озерска. Водоканал необходим помочь, жителям дома на Пролетарском проспекте, в подвале помещения, которое скапливается нечистот. Обсудили в рамках заседания успехи в реализации программы «Безопасный регион». Сейчас на территории Щелковского района работают 562 камеры. Из них 473 камеры – это городское поселение Щелково, Фрианово – 35, Монина – 44. На подходе городское поселение Загорянка будет и, по-моему, в Огубинске. О ходе реконструкции дома номер 29 на улице Парковая на совещании доложил заместитель главы администрации района Никита Никулин. После проведения масштабных работ здание, некогда признанное аварийным, будет снова введено в строй. Дом номер 29 на улице Парковая станет важным социальным объектом. Здесь планируют выдавать жилье самым востребованным в районе категориям специалистов – врачам и педагогам. В данный момент подрядчик завершил работу во втором подъезде в процессе третьей. К первому июля планируют завершить отделку фасада. На оперативном совещании в администрации глава Щелковского района отметил, что темп работ необходимо ускорить. Алексей Валов также подчеркнул, что в дальнейшем развитии нуждается спортивная инфраструктура района, особенно в сельских поселениях. Не так давно был введен в эксплуатацию спорткомплекс в Огудневском. По словам главы, эту работу необходимо продолжить. Строить фок в Васильевне надо, строить фок в Медвежках надо. Как Николай Алексеевич построил у себя фок, так и Медвежкам надо тоже самое сейчас выжиматься. И готовиться к тому, что в этом году мы должны его проектировать и спланировать строительство. Я бы просил внимательно обратить внимание, поработать и подготовить к следующему совещанию на следующей неделе, в июле месяце, уже конкретные планы, как это все будет делаться. Подвели на совещании промежуточные итоги весенней призывной кампании. С начала апреля в ряды вооруженных сил отправились служить 79 щелковцев, еще 44 ожидают отправки к местам несения службы. Согласно плану, до 15 июля планируется призвать 170 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Есть и уклонисты. Как отметил заместитель главы администрации Щелковского района Евгений Петеримов, таких людей с каждым годом становится все меньше. Правоохранительные органы ведут работу по их поиску и привлечению к ответственности. Между тем, если раньше уклонист мог свободно получить военный билет с пометкой о том, что он не служил в мирное время, то сегодня всем гражданам, не исполнившим свой гражданский долг, выдается справка, которая станет серьезным препятствием, если уклонист решит связать свою судьбу с работой в государственных учреждениях и федеральных службах.